Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на очередном выпуске проекта трейдера. Сегодня у нас среда, поэтому мы поговорим о том, что происходит на текущий момент на рынках, то восстановление, которое мы видели по фондовому рынку и стоит ли прямо сейчас заходить уже непосредственно в покупки как по фондовому рынку, так и по отдельным акциям. Ну и, собственно, перед началом, как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Итак, начнем мы с того движения, которое мы видели последние несколько дней. Фактически пытаемся отыграть по фондовому рынку то падение, которое было на прошлой неделе и, собственно, к этому есть ряд предпосылок, которые мы можем с вами учитывать. Ну, во-первых, в понедельник было заявление о том, что Федеральная резервная система начнет выкуп корпоративных бандов на порядка 750 миллиардов долларов, что, безусловно, является продолжением монетарной политики некоторой видной КУИ. То есть деньги накачиваются в экономику различными способами, в том числе и этим. Безусловно, это было также дополнительным позитивом. И также дополнительную информацию, которую мы с вами можем обсудить, то, что было опубликовано сегодня на CNBC, это также позитивные данные, которые мы видели во вторник, которые идут в продажах в retail sales. То есть здесь мы видим рост на 17%. Это, безусловно, был период, когда люди просто ничего не покупали. Ну и фактически это является одним из главных индикаторов на текущий момент возврата к экономике. Тем более, что в США достаточно большую доль ВВП занимает как раз продажу внутри непосредственно страны. И здесь мы видели в этом отношении рекорд. Также по разным заявлениям и Трампа происходит накачка позитивными данными именно экономики. Ну и, собственно, это участники это видят, ну и, собственно, пытаются также данную ситуацию отыгрывать. То есть если, опять же, мы посмотрим на график по S&P 500, то есть фактически вот то движение, которое мы видели на прошлой неделе нисходящее, сейчас мы его практически отыгрываем, но пока лично мне несколько страшно входить на текущий момент в покупки, ну и пока не было хороших уровней, именно хороших ситуаций для входа по индексам, поэтому здесь я тоже пока остаюсь наблюдателем. Ну и также здесь важно отметить то, что на этой неделе идет выступление Паула. Идет оно два дня, ну и, собственно, здесь тоже будет многое зависеть от того, как воспримут его риторику и, собственно, как рынок на это будет реагировать. Но, тем не менее, есть еще один фактор, который может добавить то, что называется, свою ложку дегтя. Это ситуация с распространением коронавируса. Собственно, уже в США также ряд стран, ряд штатов, прошу прощения, заявил о новых случаях. То есть это мы видим информацию на сайте Reuters, такие как Аризона, Флорида, Оклахома, Орегон, Техас. Все они заявили о уже новых рекордных случаях заражения коронавируса. И, собственно, сейчас вот эта ситуация, ну то есть она уже менее, чуть хуже, воспринимается чуть лучше, чем, например, там два месяца назад. Потому что, опять же, что добавляет еще позитива на рынок, это положительное испытание, ну то есть все больше и больше вероятности создания вакцин. То есть, безусловно, это дает определенный позитив. Также в Великобритании были, например, найден препарат, который уже используется, который уже готов к использованию и который позволяет улучшить результаты тех людей, кто находится на искусственной вентиляции легких. То есть, вполне вероятно, что это тоже дает определенный позитив на рынках. Но, тем не менее, пока в США вот этот пик активности, он опять появляется. Если мы посмотрим на глобальную карту распространения как раз коронавируса, сейчас уже 8 миллионов 175 тысяч зараженных. По дневным случаям мы видим новый пик, то есть то, что мы видели вчера, собственно, 139 тысяч случаев заражения. И, собственно, это новое рекордное значение, то есть по всем данным, которые мы видим. Если мы возьмем также отдельно и посмотрим на США, то здесь есть, опять же, мы не дошли пока до рекордных значений, безусловно. Но, тем не менее, пока мы достаточно близко к максимуму, то есть которые, по крайней мере, идут в июле. То есть вчера было здесь зафиксировано порядка 23 тысяч случаев. Безусловно, вот данная ситуация, она пока вызывает опасения, но все лучше и лучше она воспринимается рисками, рынками, так как ищется вакцина, да, то есть и уже вероятность того, что справиться второй раз будет гораздо проще. Это, безусловно, добавляет позитива на рынки. Но, кстати, более подробно вот эту ситуацию мы вчера обсудили с Фуадом Расуловым на подкасте «Два трейдера». Ссылку оставлю также в описании к этому видео. Ну, а теперь давайте посмотрим, что сейчас происходит на рынках. И, собственно, что мы можем ожидать, да, на текущий момент. То есть, как я и говорил, я планирую для себя искать уже непосредственно сделки по тренду, да, но коррекция, она была, наверное, не такой большой, но тем не менее, то есть тут мы не можем судить, большая коррекция, небольшая. Коррекция была и, собственно, это дает какое-то представление о том, что происходит на рынках на текущий момент. Если мы возьмем евро-доллар, то фактически после того двухдневного снижения вчера мы закрепились выше максимальные значения, которые были сформированы в понедельник и в пятницу и ушли в коррекцию, но не ушли ниже минимальные значения, которые были сформированы в пятницу. Собственно, вот достаточно неплохие как раз были уровни входа вот здесь, но здесь я не ставил для себя отложенных ордеров, так как мне показалось, что вот данная коррекция может уйти еще ниже и, собственно, здесь пока в сделку я не входил. Но, тем не менее, пока здесь настрой остается на повышение, то есть вот тут будет очень многое зависеть от того, сможет ли цена сегодня переписать вот данный минимум, и если она перепишет, то, собственно, еще одну волну снижения здесь мы можем ожидать. Похожая картина по британской валюте. Здесь нащупали поддержку власти 1.25, от которой сейчас пытаемся отбиваться, собственно, вчера также был обновлен локальный максимум за эту неделю, сегодня уже обновили минимум, и вот это тоже вызывает некоторые опасения того, что вдруг будет еще один прокол вниз, то есть уход ниже минимальные значения, которые как раз были в понедельник зафиксированы, поэтому здесь тоже пока здесь остаюсь вне рынка. Но, опять же, здесь не самая оптимальная точка для входа на текущий момент, ну и, собственно, коррекция была всего лишь, получается, 2 дня. То есть все-таки, когда коррекция более затяжная, то есть для меня это в среднем, то есть 4-5 дней, 4-5 торговых сессий, то тогда более комфортно уже можно заходить, но, в принципе, тогда это дает больше понимания, что рынок готов двигаться в этом направлении. Хотя, безусловно, какой-то определенный позитив, то есть если рынок растет именно на факте каких-то новостей, то здесь движение может быть и без этого. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы переходим в фазу также нисходящего движения. Собственно, вчера мы торговались ниже минимума в понедельник, в понедельник был локальный максимум, то есть, опять же, вот здесь была тоже достаточно неплохая точка для входа, ну, по крайней мере, комфортно, то есть очень близко к локальным максимумам, то есть, конечно, заходить сейчас здесь ситуация выглядит довольно-таки рискованной, поэтому здесь я просто продолжу наблюдать и смотреть, как дальше ситуация будет развиваться и по этой паре. По паре американский доллар и японская иена здесь я остаюсь в покупках, здесь пока ничего не поменялось, то есть здесь для меня область поддержки была в области 106.64, и, в принципе, я уже говорил о том, что пара американский доллар и японская иена идет, ходит несколько вразрез с другими, да, то есть по которым у меня проводится, как правило, большинство сделок, то есть здесь больше пара торгуется, ну, в таком боковике, и фактически здесь я покупал у нижней границы уже с целями движения как раз на 109.58, и здесь пока этот сценарий, он остается. Вчера мы видели небольшое обновление локального максимума, сегодня торгуемся сейчас пока ниже, достаточно близко к минимуму вчерашней торговой сессии, здесь я, соответственно, ожидаю уход выше области 107.63, соответственно, это будет подтверждением как раз вот данного сценария. Если мы сможем закрепиться ниже 107.20, это как раз минимум вчерашней торговой сессии, пока этого не произошло, то, скорее всего, сделку здесь я закрою руками, чтобы, опять же, не брать на себя дополнительные риски, так как, в принципе, уже ряд убыточных позиций на прошлой неделе у меня был, и мне нужно уделять пристальное внимание как раз вот работе с рисками, да, даже чуть больше, чем обычно. Но, тем не менее, пока здесь остаюсь в покупках, и, фактически, если сценарий будет сохраняться, то буду держать их до цели движения 109.68. Австралиец, новозеландец, обе валютные пары здесь также пытаются восстановиться. Собственно, вчера мы тоже видели обновление локальных максимумов, то есть торговлю выше максимальной значений пятницы, выше максимальной значений понедельника. И, собственно, это тоже ситуация, то есть вот такое движение тоже нас возвращает на текущий момент к покупкам, но, собственно, здесь пока тоже сделку я не... Пока в сделку я не входил по данной паре, может быть и зря, но, тем не менее, то есть просто я пропустил в данном случае этот момент, то есть находился не за компьютером, задолженные ордера не поставил, но, собственно, вот сейчас бросаться в выходящий поезд уже не вижу смысла. То есть тут были у меня некоторые сомнения, опять же, как я уже сказал, по продолжительности данной коррекции, но, тем не менее, посмотрим, как ситуация будет развиваться. То есть тут сейчас есть попытки как раз начала восстановительного роста, также и по новозеландцу. Собственно, мы обновили локальный максимум, и сейчас продолжаем двигаться в восходящем тренде. Собственно, здесь будет ключевым показателем по обеим парам. Это то, если цена все-таки сегодня сможет обновить минимальные значения вторника, как по австралийцу, так и по новозеландцу, и тогда, вероятно, еще одну волну снижения здесь мы можем увидеть. А золото делает попытки вновь начала восходящего движения. Собственно, вчера мы попытались двигаться выше максимальной значения конца как раз 15 июня, и делаем попытки закрепиться выше уровня 1733. Да, золото сейчас довольно-таки высоко, но, тем не менее, пока также общий фонд здесь сохраняется, предпосылки на коррекцию. Вот если говорить о золоте, то здесь более уверенно можно говорить о как раз восходящем движении, если сможем закрепиться выше максимальной значения вторника, именно 1732. Тогда данное движение будет уже более вероятно. Пока все-таки некоторый настрой именно на снижение здесь остается. А индексы тоже пытаются восстановиться. Собственно, подрастает и индекс DAX уже с утра, и фьючерс на S&P 500. В том числе, собственно, вчера мы видели практически сразу же движение вверх. Ну, собственно, понедельник закрылся данным позитивом, который пришел из США, и, безусловно, рынки тоже. Это отыгрывают, в том числе, европейские. И сейчас вот цена подходит близко к максимуму, которые были сформированы вчера. То есть здесь, опять же, дополнительное подтверждение будет та ситуация, при которой цена обновит локальный максимум. И тогда мы тоже можем более уверенно говорить о том, что вероятность движения на 1200, на 12900 здесь присутствует. Но именно по индексу DAX. Тем не менее, если все-таки цена уйдет ниже минюмов, которые были сформированы вчера, то еще одну волну снижения здесь мы можем рассматривать. Заходить в контртрендовые я не буду. Буду лишь подбирать уже при следующем завершении данной коррекции. Ну и то же самое мы видим по S&P. Вчера мы торговались, ну скажем так, настрой был довольно-таки смешанный. День открылся ростом. Подросли практически на 3% по данному CFD-контракту, который мы здесь видим. А закрылись примерно плюс полтора. И сейчас цена подбирается также к локальным максимумам. То есть фактически здесь сохраняется восходящий настрой, восходящее движение. Но пока здесь тоже нужно понаблюдать. То есть входить сейчас довольно-таки рискованно, потому что стоп нужно убирать за минимум 15 июня. Соотношение риска прибыли здесь не такое хорошее. Поэтому в любом случае здесь я буду сейчас в сделку входить не буду. Буду смотреть, как ситуация будет развиваться. Если у днем ниже минимум вторника, то вероятно также еще одна волна коррекции здесь последует. И продолжает подрастать нефть уже после той коррекции, которая завершается на этой неделе. То есть коррекция, которая была на неделе предыдущей. Мы вчера смогли закрепиться выше максимальных значений понедельника, что также нас возвращает на текущий момент с точки зрения, по крайней мере, часового таймфрейма к восходящему тренду. И здесь движение также сохраняется восходящее. Но в целом, если резюмировать как раз вот ту ситуацию, который сейчас происходит на рынках, мы с вами видим то, что на рынок практически каждый день есть позитивные вещи, которые вновь будоражат инвесторов и дают все предпосылки на то, чтобы как раз заходить непосредственно в рост и продолжать покупать акции. И, собственно, вот этот позитив на рынке, он есть. Безусловно, возникают некоторые моменты с точки зрения коронавируса, но, на мой взгляд, здесь уже мы больше готовы к тому, чтобы справиться с этой ситуацией второй раз более эффективно. И я думаю, что все это уже тоже заложено в рынке. Ну, а на сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся в пятницу и поговорим о том, как закрывается уже неделя и, собственно, что нас может ожидать на неделе следующей. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман, компания Admiral Markets. Увидимся в пятницу. Всем спасибо и до свидания.